Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 в Кирове, сегодня среда, это дневной разворот, в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько, добрый день, приветствуем вас. Сегодня заметно теплее на улице, и специалисты говорят, что противоборство весны и зимы отныне как-то будет завершаться в пользу весны. Я думаю, что Сметанин просто отстраивается. Помните, мы его подловили на прошлой неделе, что его прогнозы не сбываются. Он начинает радовать, а тут раз и снег. Нет, я к тому, что у нас сегодня будет возможность... А ну, пускай специалисты теперь говорят. Да, у нас возможность сегодня будет пообщаться с специалистом. После 12.00 гостем нашей студии будет Марат Френкель, главный метеоролог нашего региона. Он нам, собственно, и расскажет подробно, какая у нас весна планируется, лето, какая зима у нас была. На Павловске, конечно. Хоть мы и далековато от ветки находимся, но мы переживаем за тех, кто непосредственно вблизи. К ней живет. Это во втором часе. Я думала, что переживаем за тех, кто непосредственно вблизи от студии живет. Мы за них сильно переживаем. Вдруг паводок нахлынет и смоет всех волновей. Хорошо, рассказали вкратце о втором часе. Ну, а первый час мы посвятим иной теме. В нашей студии находятся гости, которым можно позавидовать так по-хорошему. Молодые и известные, так скажем, да? В русских кругах. Что случилось? Так, решил что-то. Я даже знаю, с чего все началось. Вы обсудили, что заканчивали ИСТФАК. И ты заканчивал ИСТФАК, и гость наш заканчивал ИСТФАК. Нет, наши гости заканчивали тоже ИСТФАК. Оба, да, оба два. Давай уже их представим, пожалуйста. Но, во-первых, более известный нашим слушателям Антон Касанов, автор проекта «Пешком по вятке», историк. Добрый день. Более близкий. Добрый день, да. И историк, москвовед, создатель проекта «Мос пешком» Павел Гнилорыбов. Павел, добрый день. Добрый день. А Павлу повезло. Вот как Антона назвать? Кирововед? Вятковед? Да, Павел у нас москвовед. Как мы назовем Антона? Антон Краевед. Это не обидно, но пока только два города в России добились того, что у них есть собственные названия. Это, естественно, москвовед и петербурговед. А как они добились? Что это значит? Мы вот возьмем сейчас, обозначим Антона и везде будем писать, что вятковед. Кто нам помешает? Именно регион ничего, конечно, совершенно не помешает. Но просто первая столица и вторая столица – это настолько исполинские города, что на их изучение нужно потратить, наверное, жизни три, а то и жизни семь. Но как-то так исторически сложилось. Все остальное, к сожалению, краеведение за пределами КАДа и МКАДа. Не обидно, Антон? На самом деле, это же все условности. То есть известно, противоборство очень старое двух понятий – историки и краеведы. То есть обычно считается, что историк – это профессионал, который имеет научную степень, а краевед – это просто обычный человек, который интересуется краеведением. Я на самом деле считаю, что здесь нет такой жесткой оппозиции. И просто человек, который интересуется историей своего города, своей страны, он молодец. И совершенно неважно, как его называют, какими словами, какими терминами. Главное – это то, что он делает. Это его какие-то труды, в конце концов, какой-то коэффициент полезного действия. Ну, Москва-то, конечно, постарше нашего города. А вот Питер-то, по сравнению с нами, младенец такой, салага, конечно. Кстати, Павел, знаете, сколько нашему городу лет? Когда считается? Какая дата считается? – 1374-й. – Да, 1374-й. 650-летие мы будем праздновать в 1924-м. Минут 15 назад выискать остатки вала во дворе от первой крепости оставшейся. Но там такое исполинское количество снега во дворе православной гимназии, что, видимо, где-то под этим снегом находится и сам Кремль. – Ну ничего, мы тебя еще пока шло. – Да, да. – 21101 номер телефона прямого эфира. 21101. Вы можете задавать вопросы нашим экспертам, вступать в разговоры в сегодняшнем прямом эфире. И напоминаю, что у нас есть видеотрансляция и аудиотрансляция на сайте хакера.ру. Если вы включите видеотрансляцию наших обоих гостей, нас, Володя, сможете увидеть. – Кроме того, мы вам предлагаем поучаствовать в опросе, который есть на нашем сайте и на нашей странице ВКонтакте. Спасибо, Ани Лапшиной, нашему редактору, за этот опрос. Он касается старинных полуразрушенных зданий. Вот почему-то Анна в этом направлении пошла. Надо их реставрировать и сохранять или нужно сносить? – Ребром прям вопрос стоит. – 67% на сайте хакера.ру говорят, что надо реставрировать и сохранять. – Надо реставрировать и сохранять почти 80% на нашей группе ВКонтакте. – Давайте еще сразу же скажем, чтобы далеко не затягивать этот момент, что 7 апреля, буквально уже в пятницу, послезавтра, в баре «Конструктор практик» на Дериндяеве 33Б пройдет фестиваль исторической урбанистики. – Я хочу сразу сказать, что там есть возрастное ограничение, правильно? – Да. – Оно возрастное не от того, что мы будем заниматься какими-то непотребствами урбанистическими. Это ограничение просто из-за того, что материал увлекательный, но материал довольно сложный. Поэтому мы ставим вот это ограничение. – Какое? 12+, 16, 18? – 12+. – 12+. – Ну, это, конечно, формальность, по сути дела. – Ну, надо просто сказать, что в том числе и что это бары будут соблюдены все необходимые юридические формальности, связанные с… – Да, конечно, мы с школьников не будем подчивать ничем, кроме вятского кваса. – Мы об этом тоже сегодня поговорим, но давайте предметней тогда к нашему гостю. Я бы хотела попросить Антона именно представить Павла Гнилорыбова, потому что я так понимаю, что вы знакомы не очень давно, или я ошибаюсь? – Ну… – Это знакомство с фестивалем, о котором вы рассказывали? – Ну, нет, на самом деле, мне это знакомство уже достаточно, мне кажется, длится давно, потому что где-то я впервые пришел на прогулку от Москвы, на Моспешком к Павлу, еще, дай бог памяти, в 2013, наверное, году. – А это год начала как раз работает, да? – Да, мы запустились одновременно практически, ну, там, с разницей в пару месяцев на расстоянии вот в узкомую тысячу километров. – Так что, да, такое совпадение. – Антон пришел к вам на экскурсию, да, Антон? – Да, да, конечно. – Конечно, то есть, естественно, что, поскольку мы внимательно тоже смотрим, что где происходит, в каких городах России, то есть я уже все эти годы пытаюсь перенимать тот опыт, который есть у других проектов, подобных нашему, и вообще у тех людей, которые занимаются какими-то вот такими краеведческими изысканиями, какими-то вот такими экзерсисами, а вот и формируют какие-то продукты, проекты и так далее. – Да, поэтому тогда мы тоже знали, что вот в Москве есть такой проект, и сходили, посмотрели, ну, и, собственно, после этого какое-то завязалось знакомство какое-то, да, которое вот потом переросло в то, что вот мы сейчас дружим нашими проектами, и там вот сейчас уже какие-то даже совместные организуем мероприятия. – Так что это все так переросло в качественную. – Я могу подсказать нашим слушателям, если у вас есть возможность сейчас выйти в сеть, то зайдите на сайт mospesh.com, это как раз-таки вот сайт проекта, где прямо выдается слоган, слоган этого проекта «Учим любить Москву». – Гарантия прилагается. – Гарантия прилагается. – А у нашего проекта есть слоган какой-то, Антон, пешком по ветке? – Ну, на самом деле, какого-то слогана, мне кажется, его нет, но я думаю, что все-таки есть какое-то, скажем так, моральное, что ли, скажем так, ощущение миссии, да, то есть какое-то побуждение, потому что, ну, мне кажется, все краеведческие вот такие проекты, экскурсионные, прогулочные, они за собой несут именно вот эту идеологию любви к своему городу, изучению культурного, архитектурного, исторического наследия и попыток вот такого осознания города по-новому. То есть это то, что нас объединяет и с тем, что делает Павел, и с тем, что делают другие коллеги в наших городах, потому что вот Павел приехал вот сейчас из Екатеринбурга и Самары, и я тоже недавно приехал из Самары, в Екатеринбурге, я защищал диссертацию, тоже знаю, что в этих городах очень развито тоже историческое вот это краеведческое движение, ребята организуют экскурсии, и Том Сарафест, который из Самары, это тоже про, это же самое, про любовь к своему городу, про его изучение культурного наследия и так далее. То есть поэтому здесь нужно говорить, что не мы такие с Павлом какие-то два пассионария, а это, ну мы, может быть, да, пассионари, вот, но речь все-таки идет, если говорить справедливо о том, что вообще есть какой-то тренд вообще к изучению своего прошлого, своей родины, и люди в городах России, они сейчас вот обращаются к этому. Прямо в последние годы это все стало на Европе, да? Ну, наверное, да, это не совсем, это не последние годы, все-таки где-то, мне кажется. Да, это в районе пяти лет продолжается, и как грибы после дождя по всей России множатся эти проекты. Мы пока не объединяемся ни в какой цех, но, естественно, знаем друг друга, переписываемся, встречаемся, когда бываем в этих городах, обмениваемся опытом. Это такая горизонтальная связь, и мне кажется, она самая правильная. Не нужно создавать очередную ассоциацию с членскими взносами, с уставом жестким, но живые человеческие связи, это самое ценное, что есть. Вот стереотипное представление о краеведе, которое до сих пор иногда в малых городах поддерживается, что это дядечка за 60, который там либо бывший военный, либо бывший преподаватель ОБЖ, общественных наук. Сейчас сразу нескольких краеведов представляю. Да, да, да. И он выпускает стандартные монографии со шрифтом Comic Sans на обложке. И он периодически выступает по телевидению, у него берут интервью и так медленно засыпаешь, засыпаешь. А вот на этом месте, вот именно здесь, был расположен тот самый предмет нашего разговора. Ну, если можно, конечно, так выразиться. Я люблю подобные экскурсии и лекции, и вот это мой ритм. Ну, например, если послушать Льва Лурье, одного из лучших петербурговедов, у него именно такой ритм, я не скажу, что усыпляющий, но равномерный, такой вот прекрасный, старороссийский. Ну, я хочу сказать, что у нас есть место всем. Я прекрасно себя чувствую и в походах с Антоном Касановым в повятке, и вот с людьми, подобными Павлу Лурье, или нашим, например, экспертом, который приходит в программу «История создания». Давайте небольшую паузу сделаем, очень-очень скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». В Кирове пройдет фестиваль исторической урбанистики. У нас по этому поводу в гостях Антон Касанов, автор проекта «Пешком повятки», историк. И Павел Гнилорыбов, историк-московец, создатель проекта «Моспешком». Напоминаю, что в ближайшую пятницу вы сами можете пообщаться с Антоном и с Павлом, потому что пройдет фестиваль исторической урбанистики, как я уже сказала, в баре «Конструктор практик». Пожалуйста, там в интернете подробная информация по этому поводу имеется. Меня заинтересовала, конечно, подробная статья, которую наши коллеги из «Навигатора» разместили буквально. И тут Павел говорит в этом интервью, что в 2005 году возникла такая волна, которую сейчас мы обозначили уже как тренд интереса к тому, что вокруг у горожан. Возник этот интерес в связи с тем, что стали сносить такие знаковые здания и целые комплексы зданий. Они, кстати, знаковы не только для москвичей, потому что гостиница «Москва», там, например, «Воентор», которую вы упоминаете, когда первым делом выходят из метро и направляются на Красную площадь. У нас, не знаю, было ли то же самое, там, какие-то знаковые здания, но то, что интенсивно стал выметаться весь исторический центр, мы это видим и сейчас, мне кажется, вообще месяца не проходит, да, Антон, чтобы какое-то здание не исчезало, даже то, которое уже попало в тот самый пресловутый и непонятный до сих пор никому вот этот исторический центр, который как будто бы администрация очертила. И в Москве то же самое происходит, правда же? Власти некоторых городов, например, Нижнего Новгорода, напрямую заявляют о том, что они боятся спугнуть инвесторов, они боятся спугнуть людей, представителей бизнеса, и поэтому они не склонны защищать исторический центр целиком. Ведь о чем мы с Антоном готовы проповедовать часами? Памятник архитектуры «Один дом» не ценен сам по себе, если он лишен среды. Если вокруг него нет такой же уездной юлочки прекрасной, или если до горизонта нет вот ряда деревянных домов, то ценность вот этого одного дома теряется. В окружении брежневских монструозных зданий он уже не будет смотреться так хорошо. И мы, на самом деле, говорим о том, что можно найти соприкосновение между интересами бизнеса и сохранением старины. Это не два полюса. А вы сейчас представителям бизнеса, которые нас сейчас слушают. Я знаю, что слушают. Дорогие представители бизнеса. Прямо таки объясните. Да, не возводите, пожалуйста, в центре Кирова 15-ти этажек, 10-ти этажек. Реставрируйте старые фабрики под лофты. Находите возможности, потому что такое жилье продается. На все можно создать моду. Если что, зовите нас. Мы приведем потенциальных покупателей. Мы сделаем экскурсии, которые разъяснят горожанам, что это совершенно бесценная вещь. Даже промышленная застройка второй половины 19-го века. Понимаете, ваш город без этого станет беднее гораздо. И обезличивание России – это страшно, потому что Россия из-за своих пространных объемов довольно бедная на памятнике. Страна, с одной стороны, у нас куча усадеб, только в одной бывшей московской губернии 840 их было куча заброшенных церквей до сих пор. Но если именно посмотреть по плотности, по количеству памятников на условный квадратный километр. Да, мы не Рим, но и нам есть чем хвалиться. А я хотела вас как раз тут спросить. Скажите, вы сейчас обращаетесь представителям бизнеса. Это на самом деле интересная вещь, когда происходит взаимодействие, и когда люди, которые являются рупорами в сфере защиты исторических памятников, они начинают взаимодействовать с бизнесменами, с чиновниками, и таким образом придают определенную ценность и новым возводимым зданиям, и отреставрированным, и целым проектам, которые реализуются в городе. В Кире, по-моему, такого еще не происходит, когда произошло такое слияние, и совместными действиями общественности, администрации и бизнеса что-то там развивается. А в Москве тоже пошел этот тренд или нет? Вот эти все проекты московские, дворик, улица и прочее, они учитывают интересы историков, интересы краеведов, людей. Вы уже как-то взаимодействуете? Вас приглашают в администрацию, когда обсуждают какие-то вещи, говорят, помоги нам, смотри, у нас хорошая идея, ты согласен, давай вместе действовать. В том-то и дело, что нет. Понимаете, у нас реставрация часто воспринимается как благоустройство, то есть как раздел ЖКХ. А это ни разу не ЖКХ, это высокое искусство, которому люди годами обучаются в университетах, и потом десятилетиями еще занимаются самообразованием. В Москве такой процесс есть только в локальных точках, в очень-очень локальных. У нас пошла мода на авангард, потому что много клубов хороших. Кстати, в Екатеринбурге тоже вот мода на авангард началась в советских зданиях 20-х, 40-х годов, даже чуть-чуть сталинской застройки. Очень хорошо продаются именно кирпичные здания крепкие, там практически ничего не нужно делать именно рубежа 19-20 века. Иногда, общаясь с застройщиками, апеллируешь просто к личным чувствам. Вот скажи, у твоего деда был дом? Да, вот был, такой хороший, но не уберегли, а там печка такая была. И мы говорим бизнесмену, а представь, что это целый город. И город – это, скажем, твой родственник, и ты в нем строишь, ты в нем живешь, ты в нем собираешься своих детей воспитывать. И у него меняется восприятие сразу, да, часто бывают компромиссы, которые очень уродливые с внешней точки зрения. Например, когда сохраняют старое здание, но ему придают идиотскую надстройку, потому что главный показатель – это, к сожалению, квадратные метры. А в старых зданиях количество квадратных метров ограничено. И поэтому у нас сохраняют старый фасад и бетоном в 10 раз, стеклом увеличивают площадь здания предполагаемую. Это массовое? Это довольно массово, да. В Москве это страшная беда. Я не могу сказать, что мы в Москве добились каких-то больших побед, честно. Мы оцениваем посещаемость. Вот, Антон, сколько в год проходит через пешком повятки? Ну, в прошлом году у нас было 5000 человек. 5000 человек. Вот суммарная посещаемость всех московских независимых экскурсионных проектов, подобных моему, их порядка 15, может быть, 18, кто-то побольше, кто-то поменьше, кто-то как индивидуальный гид, кто-то уже как цех самый настоящий экскурсионный. А больше, поменьше 5000, в смысле? Да. У нас с Антоном чуть-чуть побольше, там 6-7 тысяч, но мы работаем штучно, что называется, наверное. Вот в Москве суммарная посещаемость всех этих экскурсионных проектов порядка 100-150 тысяч человек в год. То есть, смотрите, население города 12-13 миллионов и 100 тысяч. То есть, в Вятке даже удельно, если посмотреть на показатели, народ ходит больше, народ ходит активнее, значит, народ образованнее в этом смысле. Но Москва очень быстро меняется, и социальный состав в том числе каждый год на 3-4%. Наш город, город-кочевник, как говорил социолог Виктор Вахштайн, то есть, москвич в среднем переезжает каждые 3-4 года, если он не привязан конкретно к месту, и у него нет своего жилья. Так что к районам у нас привязки нет, и, соответственно, нет вот этого ощущения родного. Потому что съемная квартира, съемная квартира, съемная квартира. Ну, я хочу сказать, что те сентенсы, о которых вы говорите, они ведь здесь же в области психологии, да, то есть, свое, родное, там, отношение к истории, к окружающей среде, это не так уж и просто. И мне кажется, что то, о чем мы говорим, это движение, все, оно достаточно еще молодое, и оно еще должно дать свои плоды. И, наверное, пока еще достаточно наивно было бы ожидать этого движения, каких-то вот результатов прямо сейчас и здесь. То есть, это еще нужно воспитать, вот, новые какие-то поколения, может быть, с новой психологией и так далее. Мне очень понравилось, мы были в Самаре, на там Союз-фесте, там выступал один из спикеров, и он говорил о том, что так получилось, что у нас 80 лет не было вообще права частной собственности фактически на землю, да. А до революции, ну, фактически, да, у человека была в центре города, там, в своей усадьбе или на окраине где-то. Он, естественно, за ней ухаживал, поскольку это же его родной дом, там, да, это или его доходный дом. От этого зависит все. И его жизнь, и жизнь его детей, и его доход и так далее. Потом так получилось, что люди были от этого лишены. И сейчас, в принципе, тоже люди живут на съемных квартирах, кочуют и так далее. Для многих город это всего лишь перевалочный пункт или декорация вообще к своей жизни. Поэтому нет ощущения своего, нет чувства вот этой собственности. И приводился пример, что, например, даже на юге, вот, там он приводил пример, не помню какого города, что там, например, большая часть застройки – это частная собственность. И люди, наоборот, больше ухаживают за своими зданиями, и у них в плане благоустройства это лучше, потому что они точно знают, что это свое, никто больше за них это делать не будет. Это их личная усадьба. Поэтому это еще ментальные, психологические моменты. Ну, конечно, социально-экономические факторы здесь играют. Но мне кажется, что надо все равно верить в то, что эта ситуация изменится, она трансформируется в что-то более качественное. Нужно понимать, что мы работаем в совершенно разных условиях. Я понимаю, что у Москвы очень много денег, невероятно много денег. И здесь, конечно, жителям регионов есть иногда на что поругаться. Иногда стоимость одной улицы, реконструированной как раз по московской программе, может сравняться с бюджетом небольшого какого-нибудь районного центра. Павел, мы тут здесь не знаем, что такое реконструкция улиц. Да, да, да. Я обратил внимание на качество дорог в некоторых районах города. Но Антон не бежит впереди паровоза. Антон, наоборот, создает условия для дальнейшего плацдарма. То есть, с одной стороны, нужно город привести в порядок, там, залатать ямы, создать парковые зоны, создать набережные, бульвары, определиться с понятием исторического центра. И уж после этого заниматься памятниками, бла-бла-бла. То есть, сначала накормить людей, потом им предоставить зрелище. То есть, сытый голодного не разумеет. Ты, там, со средней зарплатой, небольшой, конечно, не будешь заботиться о том, что у тебя там рядом какой-то исторический памятник. Но Антон совершенно прав. Вот в части частной собственности мы до сих пор и только свою квартиру воспринимаем, как то, за что отвечаем. Подъезды у нас зачастую в ужасном состоянии. Люди пишут, но при этом люди могли бы собраться, скинуться по 100 рублей, условно говоря, и провести субботничек небольшой. Это не то, где дом разваливается или касается совсем капремонта. Но можно ведь порядок навестить своими силами. Это, к сожалению, чувство тоже атрофировано. У нас за общественное пространство люди разучились отвечать. А до революции, по всей России абсолютно, перед домом кусок тротуара, он твой. Ты его обязан мести. Зимой очищается, соответственно, от снега. Да, губернатору не понравится, губернатор сделает полное тата. И люди, наоборот, старались там плиткой выложить или даже в провинции до революции первый асфальт появлялся перед домом какого-нибудь самого богатенького. Оранжереи заводились, чтобы земляникой феврале радовать. Но если на вятке вот ананасы росли, то почему бы нам не выращивать эти ментальные ананасы заново в веке 21-м? Кстати, еще достаточно интересная мысль, с которой я часто тут уже сталкиваюсь. Говорят, типа, этот город богатый. Например, Нижний Новгород, он богатый город. Они могут себе позволить построить 30 торговых центров в историческом центре, построить какие-то бешеные новоделы. А вот этот город бедный, он не может ничего построить. Но, с другой стороны, получается, город бедный, у него не очень много денег. И от того, что там не так много денег вращалось в 90-е, в нулевые, там сохранилась историческая застройка. Поэтому соотношение богатства и бедности, оно иногда бывает в пользу исторического наследия, что оно сохраняется. Потому что просто нет у инвестора инструмента и у городской администрации, чтобы это все переделать, скажем так, уничтожить. Но и качество, с другой стороны, тоже от этого хромает. Потому что этим домом, например, никто не занимался уже сколько лет. И, в общем-то, поэтому он на себе представляет не самое лучшее зрелище, но он хотя бы есть. Потому что где-то этого уже просто нет. Потому что он вступил в место новым каким-то. У меня сейчас такая фантасмагорика в голове, Света. Вот я представляю, что сейчас на месте Антона сидит глава Кировской администрации, а на месте Павла сидит... — Господин Перескоков, конечно. — А на месте Павла сидит... — Госпожа Робсова, например. — Нет? — Губернатор сразу же. — А, и главный раз. — И вот они нам рассказывают. — Генерал-губернатор. — Да, вот именно эти вещи. Можешь себе представить? — Вот ты понимаешь, у меня тоже было такое ощущение каждый раз. Я сидела, и я все время хочется задать этот вопрос. Я понимаю, что он в пустоту этот вопрос. Ребята, а когда хозяева города, хозяева губернии будут вот так рассуждать, как вы говорите, да? — И должны ли они вообще рассуждать? — Ну, пока мы поместим, пока у нас у 2 минуты рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». В Кирове пройдет фестиваль исторической урбанистики. Организует его Антон Касанов. При поддержке Павла Гнилорыбова оба этих замечательных человека сейчас у нас в студии. — И Станислава Суворовича. — И Станислава Суворовича. — Не забывайте, пожалуйста, третий нашего участника. — Да, замечательные отчеты обычно после прогулок. И мы там потом в соцсетях говорим, посмотри, посмотри, это я, вот там ты видишь, это моя голова, это я в пешком повятке. Вот, значит, вся эта история пройдет в пятницу. Информация чуть позже будет нами озвучена, какие конкретно лекции, чему будут посвящены. А вот здесь в перерыве Володя интересный вопрос задавал Павлу по поводу истории с пятиэтажками, которые сейчас в Москве развиваются. — Да, да, и там огромный резонанс у этой темы, позиция мэрии, понятно, ликвидировать, да, это все дело. Нет, компромиссы невозможно найти. — Многие жители уже организуют какие-то по месту... — Фронт сопротивления. — Да, народный фронт. Но пока в единый кулак он еще не собрался. В некоторых районах уже за 50 лет сформировалась особая социокультурная среда. Люди, там, я не знаю, делают лебедей из покрышек. Ну, это так называемый ЖКХ-арт, он, конечно, наивный местами. — У нас это тоже такой мейнстрим. — Да, но это здорово, когда человек делает сам, пусть у него какие-то далекие от нас эстетические представления. Вкус — это не предмет, который можно регулировать законодательно. Пятиэтажки — это жилье, которое можно реконструировать, кроме первых нескольких сносимых серий, там, вроде К3, К7. Такие дома в Москве уже в основном расселены. К сожалению, это приведет и к повышению плотности городской ткани. Это приведет... — Потому что возникнут многоэтажные строения. — Да, возникнут многоэтажки. Ну, смотрите, у нас социальная инфраструктура даже в Москве не поспевает за растущим населением. Количество поликлиник, детских садов. Метро справляется, и то хорошо. Ну, московское метро, оно всегда было самолучшим. И при Сталине, и при Лужкове, и при Собянине. То есть московское метро спасает. А что касается социальной инфраструктуры, то идет планомерное наступление на здравоохранение, на образование, на какие-то культурные центры. — Вот интересно, простите, что перебиваю, а вот интересна все-таки оппозиция людей самих, которые там, да, живут в этих пятиэтажках. Они же все-таки живут близко к центру, если не в самом центре. А сейчас им придется уехать в более благоустроенное, ну, далекое жилье. Я вот как человек, который живет в центре, там, переехал, да, я вот ни в коем случае не хотела бы расстаться со своими маленькими квадратными метрами и уехать куда-нибудь. Но насколько я понимаю, что спрашивать-то никого не будут. Да, и, в общем, в судах тоже заслушивать кого-то там не станут. — Наша власть всегда активно говорит, что будет вести диалог с гражданами. Но в чем этот диалог выражается? Чаще всего в общественных слушаниях, на которых присутствуют свои, те же там согнанные сотрудники. — Мне просто интересно, вот вы говорите, там, люди живут, вот они там, у них какая-то своя субкультура. Но я вот пока не слышала какого-то сильного возмущения даже в соцсетях, что я не поеду, у меня выселяют, я упираюсь, значит, руками-ногами. — Это очень локальная история. — Ну, то есть все-таки готовы, люди готовы переезжать, более комфортное жилье. — Ну, я бы сказал, здесь 60 на 40, где 60 — это сторонники, 40 — противники. — Ну, это все-таки, да. — А, кстати, что это за люди? Это в основном возрастное поколение? Или самые разные молодежи, которые живут? — Очень разное, потому что уже первое поколение людей, которые получали квартиры в пятиэтажках, они либо в деревне, либо их уже нет, да. Поэтому второе поколение часто держится, что называется, за землю и за квадратные метры. Я бы не назвал хрущевки, опять же, кроме редких исключений, аварийных случаев плохим жильем. Потому что уже с 65-го года начинают появляться приличные серии. Понимаете, я не готов, и многие не готовы променять пятиэтажную Москву на 17-этажную Москву. — Ну да, по пятиэтажам дворики свои есть, лавочки свои есть. — Да, там за 50 лет уже выросли настоящие березовые рощи. — И, между прочим, у вас же там замечательные такие дворы уже благоустроены. Практически в каждой пятиэтажке, там, ну, между четырьмя, например, пятиэтажками есть замечательная детская площадка, свой там таджик, и правда, и все чисто и красиво. — Таджиков уже нет, не уехали, к сожалению. — Свой таджик-дворник мы имеем в виду. — Хорошо, а кто сейчас там дворник? — Сейчас в основном жители близлежащих губерний, потому что зарплаты такие, что невыгодно стало после падения курса жителям ближнего зарубежья. Поэтому большинство все-таки уже великоросских лиц. — Для меня это открытие, такой вид отходного промысла. — Вот этот момент упустила. Слушатели, вы видите, как много тем, на которые можно поговорить с нашими гостями, которые организуют 7-го числа фестиваль исторической урбанистики. Я так понимаю, что это же не будет ваши три лекции, прямо только лекции, у вас будет возможность пообщаться, да? — Да, конечно, мы в очень неформальной обстановке, с перерывами на чай-кофе будем разговаривать со слушателями, будем общаться, тем более, что в Кирове у Антона очень большая известность. У меня есть некоторое количество друзей тоже благодаря ему. Так что я хочу, чтобы это был именно диалог, а не монологи из-за кафедры. — Вот и давайте пройдёмся сейчас по трем темам, которые будут представлены. Надо сказать, что это такой серьёзный марафон с 18 часов до 22. Ну, это пятница, 4 часа такой хорошей деятельности с нашими гостями. Итак, первая лекция с 18 часов начнётся, и Павел как раз Гнилорыбов будет её проводить. Меня она очень заинтересовала, Володь, как тебе? — «Русский город за полтора часа» называется, да, данная лекция. Ну, давайте вкратце, несколько секунд, о чём? — Это лекция о том, как заменялись русские города с 11 века до 21. — На конкретных примерах или это какой-то обобщённый образ? — На конкретных примерах, которые иллюстрируют каждое общее явление, то есть общее две частности. Общее две частности. Мы узнаем, что наши города разные, что наши города интересные, что наши города очень разбросаны по численности населения. Скажем, в русском городе может жить в современном 3000 человек, и он будет городом в какой-нибудь Псковской области. А на юге, там, в Краснодарском крае будет Станица. То есть сельское поселение формально, у которого там население 45 тысяч. То есть для севера это огромный городок. И я медленно доведу это всё до 1917 года, и потом Антон уже перейдёт именно к вятской теме, которая сможет заинтересовать кировских слушателей. — Утерянный историко-архитектурное наследие Вятки, да? — Да, очень жёсткая формулировка. На лекции мы поговорим про различные этапы уничтожения старой Вятки. — Ну да, в принципе, дело в том, что я уже давно исследую именно этот вопрос. И мы когда создавали противодель, значит, наш последний, да, который посвящён как раз утерянному историко-культурному и архитектурному наследию, мы всё систематизировали именно по, скажем так, тематическому кластеру, да, то есть административно утерянное здание, парки, скверы, жилые дома и так далее. Здесь я решил пойти несколько другим путём, то есть я именно хочу проследить этапы, то есть как это всё изменялось. То есть там, например, первый этап с 17-го года по конец 20-х. Это время, когда какие-то точечные изменения, время, когда штили вообще в историко-архитектурной среде, когда не было практически никакого строительства, время потом, когда наш город теряет свою целостность как центр губернии, губернии, вот, и ведутся там дискуссии о наследии культурным, то есть там предлагают не сносить церкви одни люди, другие предлагают все церкви там разнести. И вот я там вычленил несколько этапов как раз, и, собственно, их насытил именно составляющими, про это поговорим. От 17-го года до настоящего. И завершится это всё любовью к родному пепелищу. Замечательная патриотическая лекция. Лекция патриотическая, она будет рассказывать о том, как всё печально сейчас, но в конце будет всё-таки несколько примеров, заинтригую, которые помогут нам всем встать на ноги и осмотреться, как Пётр Великий, и узреть великую страну, которой нужно помочь всего лишь немножко. То есть я поговорю о том, что такое реставрация, как в России сейчас реставрируют, иногда смешно, иногда научно, хорошо, дома в отдельных городах. — Там какой-то видеоряд будете использовать? — Да, конечно, конечно. — Да-да-да. И в конце мы решим, вынесем общую резолюцию. Может, нам действительно стоит установить какие-то прочные контакты, делиться опытом. Если формат зайдёт, это первый в России фестиваль исторической урбанистики. То есть раньше... — Ого! — Ого, говорю, первый в России. — Да-да, первый на вятке пройдёт. Дело в том, что раньше говорили либо о городской среде вообще, то есть об архитектуре в целом, без привязки к конкретному времени. Мы же всё развиваем по хронологии до настоящего момента. Либо собираются краеведы уже на свои чтения. А сейчас с урбанистом, извините, кого только не называют. Поэтому дисциплина историческая урбанистика нам кажется более достойной для занятий и для того, чтобы с помощью этого вдохновлять людей, чем как не этим. — Мы примерно представляем эту тусовку активистов, в общем-то, да? Кто в первую очередь, наверное, пожалует на это мероприятие. Может, Антон, кого-то хотите конкретно пригласить? — А можно я конкретно приглашу? — Ну вот если вы спрашиваете меня, то я вообще сторонник того, чтобы никого конкретно никуда не звать. Потому что я против как принудительного, так и добровольно принудительного метода, скажем так, ангажемента каких-то людей. И я считаю, что каждый человек должен для себя сделать выбор. Либо он хочет заниматься просвещением, либо он хочет постигать какие-то новые знания, либо он хочет заниматься тем, что изучает тот или иной предмет и так далее. Положено это ему по должности, не положено, просто для себя. Либо он как бы остается на том интеллектуальном, мировоззренческом уровне, на котором он остается. Это мой как бы такой вот моральный принцип. Поэтому то же самое касается пешком повятки. Там много раз уже говорю, позовите того, другого. Я не собираюсь никого вызывать. То есть если человек хочет прийти, пусть он приходит. Если он не хочет, пусть он не приходит. Поэтому я могу призвать прийти всех. А кто посчитает нужным, пусть приходит. То есть вход стоит 100 рублей. Это очень маленький. А можно я призову? Ладно. Я хочу призвать... Секундочку сейчас, да? У нас несколько секунд. Я хочу призвать, во-первых, участников молодежных стройотрядов ВЭДГУ, которые тут попросили у нашего губернатора, в РИО губернатора, чтобы им разрешили участвовать в благоустройстве города и обсуждать судьбу города. Вот я вас прошу, спредите, пожалуйста, послушайте ребят, послушайте экспертов. Я думаю, что это поможет вашей стройотрядовской деятельности. Особенно в связи с тем, что в РИО-то все-таки сказал, да, конечно, welcome. Пусть участвуют. Пусть участвуют. Мы с вами будем обсуждать судьбы города. И второе, еще раз, молодежный парламент, так как я плавно готовлюсь к нашему эфиру, надеюсь, завтрашнему, потому что раз уж им тут обещают законодательную инициативу, то хорошо бы, чтобы будущие законодатели, ну, как-то, да... В эту сторону тоже направили свои взоры. Вот, а теперь, Павел, для завершающего слова. То же самое очень часто подходят люди. А почему так? Как нам обустроить Россию? Что делать? Кто виноват? Почему вы не идете во власть? Почему вы не общаетесь с чиновниками? Мы тоже сторонники просвещенческого подхода. Если власть обратится за помощью, за советом, то, естественно, мы поможем, чем можем. Но если власть считает нужным обходиться своими ресурсами, пусть обходится, потому что существует очень много тоже государственных контор, не обязательно общественных, которые занимаются проектированием, там, градостроительством и всем на свете. Все, улетать нам пора из эфира ненадолго. Павел Гнилорыбов, Антон Касанов. Не прощаемся, очень скоро вернемся. Редактор субтитров А.Семкин